Сезон тазиков и бойлеров открыт. В Губкинском отключили горячую воду 17 июня. В этом году коммунальные работники решили оставить жителей города без горячей воды почти на 4 недели. Таисия Аляскина живет в Губкинском уже 23 года. И несмотря на свою холодную фамилию, без горячей воды ей приходится туго. Впрочем, как и всем остальным гражданам, надо постоянно греть воду в ведре. Это очень неудобно, очень надолго. 4 недели это долго, конечно. Хотя бы недели 2-3 и то бы. Или бы нам бы включали воду хоть на пару часов днем бы. В городе горячую воду отключили в понедельник. Это плановое мероприятие, которое проводят каждый год в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду. Коммунальному работникам необходимо провести опрессовку сетей тепла и водоснабжения. Для того, чтобы в зимний период не возникало сбоев. Планировалось, что воду дадут 12 июля. Однако прокуратура внесла свои коррективы. То есть срок составляет чуть менее одного месяца. Данная позиция директора является ошибочной. Более того, противоречит действующему законодательству. Так, согласно действующему законодательству, действующим санитарным правилам, САНПИНам, в котором предусмотрено, что отключение горячей воды в связи с проводимыми профилактическими работами возможно. Но данное отключение возможно не более чем на 14 суток. Во многих общежитиях и домах, где нет бойлерных установок, с утра до ночи кипятят воду. Всюду ведра и кастрюли. По словам жителей, на семью из трех человек необходимо кипятить не менее 10 литров воды ежедневно. Постоянное кипячение доставляет массу хлопот. И поэтому губкинцам приходится не только раньше вставать, но и позже ложиться спать. О том, дадут ли воду через две недели, мы спросили у директора филиала «Ямал Коммунэнерго». Несмотря на сокращение сроков промывки теплосетей, работы выполнят в полном объеме, заверил Ярослав Мурзин. Диана Визович, Максим Лаптев, Новости Губкинского.